ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Голову прямо держи. Готово? Молодец. Все. Получилось. Получилось. Кажется, здесь. А вещи куда? Тут, наверное, ставь. О! Здрасте. Здрасте. Пойдем, квартиру покажу. Здрасте. Домашних зверей не заводить, паркет беречь, каблуками не топтать, мебель не таскать. Скотч не клеить, от него обои портятся. Вот, видите, две царапины на комоде от прошлых жильцов. Все вышло. Пункт права и обязанности сторон. Может, дальше посмотрим? Во, плита газовая, духовка рабочая. Турку на маленькую конфорку ставить, а то на большую у нее ручка подгорит. А вы не переживайте, я свою турку жечь буду. Да? Значит, я свою возьму. Простите, пожалуйста, а у вас в ванной кран подтекает? Ну да, вот ты и почини. Так, это я сказала, это я сказала. Да, никаких компаний в доме. У меня здесь приличная репутация. Слушайте, и давайте уже подписываться. Давайте. А то я тороплюсь, да и жарящий. Своевременно вносить аренную плату за квартиру. Сроки в порядке и установим в настоящем. Да, и еще за последний месяц. Как за последний месяц? Мы так не договаривались. Руслан, все в порядке. Мы согласны. Ну вот и молодец. Вот и ладненько. О, да, котик. Да. Какие скрипки? Слушай, я тебя очень прошу, давай быстрей подпишем. Я от нее устала. Двадцать пять минут максимум. Автобусом, а потом пешком. Ага. Знаешь чего? Скажи им, пешком ходить полезно. Ну, значит все, да? До пятого числа каждого месяца. Задержит, не потерплю. Да, я понял. Спасибо вам. Всего доброго. Ага, и вам не болеть. Ну, че ты такая грустная? Мы сняли свою квартиру. Как говорит Валерка, держи хвост пистолетом. Кстати, о Валерке и о пистолетах. Если бы ты слышал меня, а не своего друга детства, вы бы не стали открывать этот стрелковый спортклуб. И вы бы не прогорели. А самое главное… А самое главное, твоей маме не пришлось бы продавать квартиру. А пять двадцать пять. Ну, естественно, Руслан. Понятно. Ну, ничего, у нее еще одна есть. И теперь есть реальный повод меня ненавидеть. Слушай, ну, нет. И, кстати, она права. Ты облажалась с мужем. Нет. Ты прекрасно знаешь, что она никогда бы так не сказала. Ну, конечно, нет. Вы же обе училки. И такое слово, как облажалась, вы даже не знаете. Эй, открой. Так, открой сейчас. Слушай, но если ты сейчас меня не выпустишь, я даже не знаю, что я сделаю. Слушай, ну, если ты сейчас меня не выпустишь, я даже не знаю, что я сделаю. Ты такая красивая. Ты такая красивая. Тюх. Скорее. Н Raj. Наж. Наж. Ос. Ос. Наж. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Замри. Так, вот только попробуй. За обои потом с хозяйкой сам будешь разбираться, понял? Руслан. Я ненавижу все эти твои игры, ты понял, что ты делаешь вообще? Ну, ты в своем уме, у тебя мозги есть? Просто смирись. Ты моя любимая мишень. Через каких-нибудь пять или десять лет мы будем вспоминать вот этот колобовник с голубиным пометом. Дешевое шампанское и сами себе завидовать. Да, я стану чертовски успешным. У меня будет молодая жена, и мне нечему будет завидовать. Дурак, я серьёзно. На самом деле, у меня созрел тост. Знаешь, что для меня самое важное? Что? Чтобы ты была счастлива. Пообещай мне, что бы ни случилось, ты всегда будешь сильной, смелой и счастливой. Обещаю. Ну, а теперь пей. Ну, чтоб скрепить обещание. Так, только бокалом потом не бьем, хорошо? Давай. До дна. А то не сбудется. Молодец. Молодец. Так, ребята, давайте с вами хорошенько подумаем и скажем, из чего состоит человек. О, лес рук. Миша, давай, вставай. Из рук и из ног. Молодец, всё верно. Из чего ещё? Алиса, так скромно, поднимайся, отвечай. И всяких органов, желудок, сердце. Ты большая, молодец. Садись, всё верно. Сюда ещё можем что-нибудь добавить? Ну. Душа. Умница, Вадик. И правда, дети, душа. А давайте так и запишем. Да. Добрый день, Андрей Анатольевна. Здравствуйте, ребята. Мария Анатольевна, в перерыве зайдите ко мне. Хорошо, Анна Андреевна. Садитесь, дети. Здрасте. У себя. Маш, проходи, у себя. Можно? Да. Хотела поговорить? Хотела. Узнать, когда пригласите на новоселье. Сегодня же обсужу этот вопрос с твоим любимым зятем. Если только для этого меня позвала, тогда я пойду. Он нашёл работу? Успокоишься по поводу своих денег? Не переживай. Да, он устроился в одну компанию. Мы всё отдадим. Маша. Эта квартира для нас с отцом очень много значила. Это наша с ним юность, твоё детство. Дело не в деньгах. Мама, это жизнь. Да, мы оступились. Ну, не повезло, так бывает. Ну, не мы, а твой муж. Вопиющая безответственность. Заложить фамильную квартиру своей жены под свой… бизнес. Ну, всё, хватит. Это факт. Хороший урок, к слову. Ты ровни, Гладиев. По земле не волочи. Давай стреляй-ка, сон. Отмени меня, пожалуйста. Спасибо. Смотри. Тихо, 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 тихо. Да ты всех дамажишь. А ты чё, можешь? Давай. Смотри. Ха! Тоже мне стрелок. Ну, пацаны, так вы никогда не попадёте. Хочешь, покажу, как надо? Тихо, тихо, тихо. Не стреляй мне. Не боись, не убегу. Смотри. Заряжен? Да. Ножки ставишь параллельно. Ага. Берёшь вот так, двумя руками. Вот так вторая ручка сверху, вытягиваешь, прицеливаешься и тянешь на спуск. Понял? Ничего себе! Отдай! Офигеть! Офигеть! Вот это да! Ножки параллельно. Молодец. Здорово, Донской! Как жизнь на гражданке? Юрий Леонидович, товарищ старшина. Отставить. Здесь тебе не армия. А я тебя по выстрелу сразу узнал, Донской. Как там? Чемпионы бывшими не бывают. Верно? Ну да. Ты что, решил пацанам мастер-класс устроить? Да. Вроде того. А вы здесь с какими судьбой? Да я по делу. Я здесь склады в аренду сдаю. Ну, клиентный чай. Тухлый. Приходится и на раз объяснять, как дела делать. А ты сам-то как? Да, не очень. Пытался там бизнес кое-какой организовать. В итоге, вон, реабилитирующий. Женился. Красивая? Самая лучшая. Поздравляю. Спасибо. Все попал. Не пропадай, Донская. Лучше, что нужно, звань. Я попробую помочь. Спасибо. Давай. Ну, где ты шляешься? Сколько тебя можно ждать? У тебя есть лак для ногтей? Стрелку надо замазать. Слушай, нет. Я еще даже косметичку не разбирала. А, подожди. У меня есть клей. На. Отлично. Вот. Буду по вам скучать, честно признаюсь. Особенно по твоей стряпне. Пироги, запеканка, жаркое. Давай. Держи. Ну, ладно, соберись тряпка. Главное, что вы теперь с жильем. Хоть одна положительная новость за сегодняшний день. Так. Ну, а помимо стрелки, что еще приключилось? Маш, да скоты эти. Представляешь, сегодня Рожков плюнул на учительский стол. Я туда положила журнал. До свидания. До свидания. А потом еще рукой провела. Я его к твоей матушке сразу же отправила. А это, сама знаешь, все равно, что в ад. Оля, честно говоря, не представляю. Так как со своей мезопедией можешь в школе работать? Мезо что? Ну, это когда детей ненавидишь. Ага. Да? Не знаю. Как-то не задумывалась об этом. Слушай, а хотя с другой стороны, может быть, ты именно так определяешь свою любовь? Ну да. Типа, как твоя матушка к тебе. Оля, это неудачный пример. Да ладно тебе. Зато с тебя муж пылинки сдувает. Не кисни. Ну что, давай, до завтра. До завтра. Пока. Прости, я не слышала, как ты вошел. Все в порядке. Привет. Привет. Ты как? Да нормально. Я просто очень устал. А нам вот аванс дали сегодня. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что тебя сейчас моя мама не видит. Сто процентов. Кстати, она сегодня спросила, когда мы позовем ее на новоселье. И что сказала? Поздравляю, Машенька. Слава Богу, не на улице, да? Хотя разница невелика. Так сказал? Понятно. Пить хочу. Руки помой, пожалуйста. Стоп. Давай кофту. Так. Руслан, ну кружки у нас для чего? Ага. И как же тебя профессорскую дочь угораздила вляпаться в физкультурника с пистолетом, а? Хочу побыстрее отдать ей долг и уйти работать в другое место, как под ее руководством. Видеть ее каждый день в школе просто невыносимо. Ага. Вперед. А у меня вот, кстати, нет родственников и нет проблем. Иди, трубочист. Мама и папа хотят, чтобы я стал программистом. А я хочу уехать в Тибет. Я там буду медитировать. Медитировать. Спасибо, Алиса. Вадик, спасибо и тебе. Садись, пожалуйста, на место. Мария Анатольевна, а что такое медитировать? Так, дети, медитация — это освобождение разума от всех мыслей. То есть, для начала нужно закрыть глаза и полностью расслабиться. Что с вами? Ой, что с ней? Мария Анатольевна, вы медитируете? Ой, тетя Лита, вы знаете, со мной раньше такого не было, не случалось никогда. Машенька, со всеми женщинами это когда-нибудь случается впервые. Подождите, вы что хотите сказать, что нужно купить тест? Как хочешь, но по мне без теста все ясно. Ты опять не встречаешь меня. Прости, я не могу оторваться. Смотри, я нашла интересную статью, и хочу использовать вот несколько мыслей для своей будущей диссертации. Послушай, перед современным педагогом стоит непростая задача. Построй дом, фундаментом которого станет сам учитель, а стенами — образовательная среда, система взаимодействия с миром и собой. Так, ладно, я, я в душе. Подожди, а можешь продиктовать мне вот из этой книжки, что на полке, пару предложений? Там закладка еще. Да, конечно. А она? А это что? Две полоски. Да ладно. Машенька. Марусинка. Машенька. Машенька. Тихо, тихо. Да, прости, все, все, я понял, я больше не буду, все. Тихо. А, это же надо же, это же. Это же надо теперь найти работу хорошую, стабильную, с достойной зарплаты, чтобы встать на ноги, чтобы все долги раздать, и чтобы вы у меня были в безопасности. Веришь? Не сомневаюсь. Ну что, Ген, долго? Сейчас. Обед кончается. Жрать охотно. Пошли, пошли. Ты опоздал. Блин, да там очередь километровая. Я думал, ты как раз вот проголодался. Вот. Я ж сказал, у нас короткий перерыв. Думал, хоть раз вовремя придешь. Слушай, да я со школы к тебе по первому зову прибегаю, поесть ему принес. Думал, хоть спасибо скажет. Спасибо. Я по делу. Ну что, стряслось-то? Я слышал, ты к своему отцу на работу вернулся? Ну. А для меня местечко не найдется? Ты понимаешь, не просто все. Отец же все долги по нашему клубу закрыл. Его это капитально подкосило, чуть инфаркт не заработал. Да ладно. Я реально испугался. Прости, я не знал. Да. То есть, к отцу сейчас соваться вообще не вариант, да? Понимаешь, мне кажется, ему надо немного успокоиться. Когда-нибудь это произойдет, и тогда… Дай хлебушку, может быть. Я понял. Слушай, а у вас с Машкой с деньгами совсем туго, да? Да, туго — это не то слово. Ну ничего. Выгребем как-нибудь. Так, все, мужики, обед закончен. Давайте работать. Ну ладно, я побежал, а то у нас тут… Давай, давай. Да, конечно, ерунду шарапует. Жестко. Спасибо, что накормил. Ну, рад был повидаться. Пока. Да, и это. Ты держи хвост пистолетом. Давай. Скажи честно, ты же меня так воспитываешь, да, мам? Иначе почему я до сих пор работаю на полставке? В ближайшее время ресурсов для повышения не предвидится, а то, что ты моя дочь, не дает тебе никаких привилегий. Мне кажется, это честно. Когда закрыли лицей, ты попросила меня взять класс. Ты обещала свободу и перемены. О повышении зарплаты речи не было. Я могу уйти. Не можешь. Ты взяла класс, и ты ответственна перед детьми. Это все. Знаете, Анна Андреевна, еще буквально пять минут назад у меня для вас была новость. Но теперь я убеждена, что у вас нет ресурсов для ее осмысления. Ты пришел? Да, все, я дома. Все хорошо? Все хорошо. Идем спать. Обними меня. Так. Люблю тебя. И я тебя. Вот так. Ложись. Спасибо. Ложись, ложись, ложись. Сладких снок. Так, все хорошо. Это тоже все в норме. Мы имеем дело с нормально протекающей физиологической беременностью. Вытирайтесь. Спасибо. Следует ограничить физическую нагрузку, исключить активный отдых, избегать стрессов. Ой, слушайте, ну я работаю учительницей, поэтому последнее точно исключено. Вино? Два-три глотка за праздничным столом. Очень хорошо. Простите, это нервное. Я понял, что беременность первая. Будем тщательно наблюдать. Значит так, мужики. Заказчик, походу, нас скинул. Так что за прошедший месяц денег не будет. В смысле? Не понял. То есть денег нет? Мы что, типа бесплатно пахали? Слышь, гони бабло. Если есть претензии, обращайтесь к компанию заказчика. Погоди. Мы без своих денег никуда не уйдем. Ты понял? Гриш, ну пожалуйста, ну мы с малышом так хотим на море. Ну хорошо, хорошо. Возьми я. Ты самый лучший на сайте, папочка. Да. Да, да, Зинаида Григорьевна. День добрый. Да, я помню, что мы до конца недели должны заплатить. Да, конечно, я понимаю, что вы и так идете нам навстречу. Это я тоже понимаю. У меня только одна просьба. Зинаида Григорьевна, потерпите до завтра. Завтра я привезу все деньги. И это точно. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. Я же говорил Донской, что ты настоящий воин. Ладно, к делу. Значит так. Деньги с твоей шарашкиной конторы получить не удастся. Лавочка приказала долго жить. Бабок нет, это проверено. Да не тушись ты. Я знаю, бабки тебе по зарез нужны. На первое время хватит. Юрий Леонидович, спасибо огромное. Я сразу верну, как заработаю. Кстати, о работе. У меня есть для тебя одно предложение. Рейс на месяц. Фура на наличие. Доверенность и разрешение на работу получим быстро. Интересно? Конечно, интересно. Работа так, воздух нужна. А что за груз? А вот это не твое дело. Люди, которые работают на меня, лишних вопросов не задают. И поэтому получают большие бабки. Да не очкают. Если не будешь лезть куда не надо, сделаешь все правильно и довезешь груз в целости и сохранности, поговорим о постоянной работе. Свобода. Терпеть не могу все эти заседания в учительской. Представляешь, после продленки еще два часа занудных разговоров о реформах образования. Точнее, в их отсутствии. Привет. Так, а что со щекой? Да ладно, ерунда. Не обращай внимания. Проходи. У меня сюрприз. Ого. А я что, что-то пропустила? Годовщина вроде в январе. А еще я платил аренду за этот месяц и за следующий тоже. Да ладно. А что случилось? Получил наследство от райурной тети? Почти. Так, Руслан, быстро рассказывай. Так, ты руки мыла? Интриган. Я встретил старого армейского приятеля, он предложил работу. Нужно развести всякую технику по разным городам. Платят очень хорошо. Ну, может быть, мы поищем что-нибудь еще, чтобы никуда не уезжать. Марусь. Ну, это же прекрасный шанс. Да, правда, уезжать уже послезавтра утром. Но это всего лишь месяц. Подожди, месяц? Ну да. Так, подожди, Руслан. Ты сейчас серьезно? Послушай, ты даже глазом не успеешь моргнуть, а я уже здесь. С деньгами, с подарками. То есть, ты уже все решил? Угу. Спасибо. Ой, какой гораздел это тебе, а? Слушай, ну зашили вообще ужасно. Знаешь, что шрам останется? Ну, мужчины шрамы украшают. Ты на бандита стал похож. Еще гаишники придерутся. Пусть придираются. Я им на зло еще бриться перестану. Представляешь, как я через месяц буду его увидеть. Машинку забыла включить. Руслан, это что-то важное? А, вот. Вот как раз мой армейский друг, который устроил меня в свою фирму дальнобойщиком. Это он. Ну, как думаешь, может, стоит пригласить его на ужин? Ну, когда вернешься? Просто в качестве благодарности. Кого? Кутасова? Ну да. Да ну перестань. Серьезный бизнесмен, крутой мужик. Просто поднялся и оказал услугу по старой памяти. Мы не такие друзья, чтоб друг друг в гости ходить. Да, и, кстати, провожать меня не надо. Ну, во-первых, тебе завтра в школу. А во-вторых, у нас там же пропускная система у тебя все равно не пустят. Ты же ничего от меня не скрываешь? Нет. Конечно, нет. Марусь, ты чего? Ну, все же хорошо. Все налаживается. Я привезу кучу денег. Мы отдадим долг твоей маме, и она перестанет считать меня плохим зятем, и недостойным отцом нашего ребеночка. Руслан! Руслан! Тихо, 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 тихо. Все, 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 все. Тихо, тихо, я здесь. Тс-с-с, все хорошо. Снова тучи надо мною собрались в тишине Рог завистливый бедою угрожает снова мне Сохранюль к судьбе презрения Понесуль навстречу ей Непреклонность и терпение гордой юности моей Бурный жизнью утомлённый, равнодушно буре Да, он уже выйдет Быть ещё спасённый, снова пристань я найду Но, предчувствуя разлуку, неизбежный грозный час Жать твою, мой ангел, руку, я спешу в последний раз Ангел котки безмятежной тихом море мне прости Отпечайся, взор свой нежный, подними или опусти И твоё воспоминание, замени душе моей силу, гордость, упование и отвагу юных дней Сил уже нет никаких ждать Так, спокойно, тут осталось-то всего каких-то несколько дней Ты на меня посмотри Ты без мужика всего месяц, а я уже третий год Полегчало? Не очень, совести у тебя нет Прошу, поговорим сначала в моём кабинете Мария Анатольевна Донская? Да, это я Лейтенант полиции Гнатенко Могу я с вами поговорить? Дело касается вашего мужа Я прошу вас Наедине Да, конечно, пойдёмте Вам лучше присесть, Мария Анатольевна Спасибо, я постою Сегодня ночью фура, перевозившая взрывоопасные горючие вещества Потерял управление на трассе, перевернулась и взорвалась Мне очень жаль, но водитель фуры, ваш муж Руслан Донской, погиб Простите, пожалуйста, это какая-то дурацкая ошибка, бред какой-то А, это розыгрыш Господи Руслан Подождите Руслан Ну Так, значит, это какая-то ошибка Ну, значит, там действительно кто-то погиб, а имена просто перепутали Ну, простите меня, ради бога Я такая глупая стала, понимаете Я в положении, и все эти гормоны И вот этот еще сверх дурацкий Мой муж перевозил технику Мой муж перевозил технику Мой муж, он перевозил денег в них Мам! Машенька, что с ребенком? Тихо-тихо-тихо! Успокойся! Успокойся! Маша, я тебя очень прошу! Успокойся, пожалуйста! Маша, ну прекрати! Медсестра! Медсестра! Врач, ну кто-нибудь! Медсестра! Медсестра! Мед Farm и Берologist. Мдсестра! Маша, я должен сказать, Руслан встречался со мной, прошёл про работу, Я просил замылавить словечко перед моим отцом, и я… я не смог помочь ему. Ну что вы, Валерий, крепитесь. Вы ни в чем не виноваты. Все совсем не так, как мы мечтали. Доченька… Мам, пожалуйста, не трогай меня. Оставьте меня все в покое. Крик. Позвольте принести вам свои соболезнования, Мария. Юрий Кутасов? Руслан, наверное, говорил вам обо мне. Вы, думаю, должны знать. Ваш муж не хотел, чтобы вы знали о рисках, связанных с перевозками горючих веществ. Он очень беспокоился о вас и поэтому не сказал вам правду. Здесь выплаты по страхованию жизни вашего мужа и компенсация от компании грузоперевозок. Сумма значительная. Вы сможете купить себе недвижимость. Уверен, Руслан именно этого и хотел. Мне очень жаль. Мы больше ничего тебе не должны. Маша. И я никогда не желала тебе зла. Мне эти деньги не нужны. А тебе надо научиться жить дальше. Держи. Так, сейчас. Угу. Так. Держи. Так. Ага. 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 Включи. Ну, может, и свидимся когда еще. Я говорю, в гости приглашайте. Ага. Понятно. 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 Теперь этот клоповник наш. Любимый. Дура ты, Машка. Ну и что ты теперь? Запрешься в своем склепе. А могла бы нормальную хату купить. Хотя бы с евроремонтом. Я не хочу нормальную, Оль. Я хочу эту. Руслан! Руслан! Руслан. Руслан! Руслан! Руслан. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет, вот правда, с тех пор, как Анна Андреевна не стала царствия небесное, с дисциплины в нашей школе полный абзац. Ой, Оль, если бы ты знала, как мне ее не хватает. Когда все это произошло, мама меня очень поддержала. Я вообще не знаю, как я без нее справилась. Она меня реально спасла. Да, сильная была женщина. Ты знаешь, я ее и восхищалась, хоть и боялась. Она так за меня переживала, себя постоянно винила в том, что Руслана пилила. Но я была так занята собой, что даже не догадывалась о ее заболевании. Так, кстати, о птичках. Тебе бы тоже не помешало обратить внимание на свое здоровье. Тем более, выглядишь ты, честно говоря, на троечку. Ну, ну, спасибо. Нет, ну, а чего такого? Ну, кто тебе еще правду скажет? Ученики? Оль, ученики и скажут. Сейчас такие ученики пошли, что, знаешь, не промолчат. А еще в сеть пост выложат с хэштегом «Школа, училка, печаль». А если честно, я сплю в последнее время очень плохо. А сегодня опять Руслан снился. Ну, ясное дело, за пять лет ни одного свидания. Про физиологию я вообще молчу. Я бы на твоем месте уже на стенку лезла. Короче, Маш, назначаю тебе новые отношения. Причем срочно. Оль. И никаких отговорок. О, а вот отвоих. Привет, Валер. С выходом на свободу, девчонки. Ой. Привет. Ну, привет, шпана. Как дела? Как ваши дела? Маш, глянь. Ну, как? Валерий Антонович Лещов. Руководитель консалтинговой компании «Перспектива». Ну, я тебя поздравляю. Ой, я тебя умоляю. Это только пока Антон Семенович болеет. Неправда. Меня отец насовсем назначил. Маш, садись, подвезу. Ой, ребят, я... Да, отличная идея. И, кстати, у нас возник план. Значит, везешь нас на шопинг. Оля. А потом звонишь этому, как его, вашему красавчику, Кирилл, да? И говоришь ему, чтобы на сегодняшний вечер он ничего не планировал. Так точно, шеф. Так. Ой, подожди. Ну, и потом, то, что выберешь для вечера, тоже можно вернуть. Ценник аккуратно спрячешь, и главное, сильно не потеть. Ой, ну ты даешь. Вообще-то, это практично. Нет, скучно. Так. Старь. Идеально. Вот так. Чересчур? Господи, Машка, какая же ты красивая. Оль, ты чего? Я хочу тебе признаться. Давно хотела. Ну, да, конечно. Я бы тебе завидовал страшно. У вас с Русланом такая любовь была. Я же видела, как он на тебя смотрел. На меня так в жизни никто никогда не смотрел. В общем, я думаю, ну, почему все так несправедливо? Почему у меня ничего нет? У тебя такая мама, такой муж. Потом беременность. А вдруг раз, и все поменялось. Теперь у меня муж, дети, счастливая семейная жизнь. Машка, а вдруг это я тебе зла желала? Дура ты, Оля, а? Ну, что ты такое говоришь? Ты правда на меня не сердишься? Ну, нет, конечно. А то ты же моя лучшая подруга. Иди сюда. Я тебя люблю, слышишь? Ну, ты чего? Ну, не реви. Я не реву. Дурюха ты. И тут я понимаю, что все дело в маркетинговой коммуникации. И я угадал, понимаешь? Ну, а самым главным своим достижением, я считаю, реформы, которые провернул в офисе у одного нашего клиента. Клиент хотел сохранить уровень сервиса. И знаешь что? Внимание! Бинго! О, у нас все получилось. Прости, пожалуйста, я, наверное, не выспалась. А знаешь, как ты относишься к эзотерике и астрологии? Прошу, только не смейся. Вот я увлекаюсь пять лет картами Таро. Молчи. Ты ничего не говори. Хочешь попробовать? Это на самом деле не сложно. Раз. Два. И... Прошлое идет за тобой по пятам. Тебя впереди ждет серьезное испытание. И в этом испытании замешан какой-то мужчина, который не желает тебя отпускать. По последней карте видно, что мужчина этот очень близко. Прости, пожалуйста. Извини, я на минутку. Да, конечно. Спасибо. Я ведь все испортил, да? Нет, что ты. А расскажи мне еще про какие-нибудь свои увлечения. Подожди. Ой, а я шарфик забыла. А я не забыл. Что? Что-то не так? Я не могу. Вы едете или нет? Вы едете или нет? Прости, пожалуйста. Я знал, карты не врут. Спасибо за необычный вечер. Будь осторожней с мужчинами. Знаешь, что для меня самое важное? Что? Чтобы ты была счастлива. Пообещай мне, что бы ни случилось, ты всегда будешь сильной, смелой и счастливой. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. До свидания. Спасибо за просмотр. Прости, пожалуйста. Спасибо за просмотр. Почему? Кодens. Чтобы не поймать. Руслана, а у тебя бывает такое, что хочешь загадать желание, а в голову вообще ничего не приходит, а? Наверное, это значит, что я очень счастлива, да? И мне совсем не о чем мечтать. Я вот всегда на это попадаюсь, Руслана. А на это? Руслан! Руслан. Не волнуйтесь, Мария Анатольевна. Книги Анны Андреевны в библиотеке. Попробуйте кофе. Очень вкусный кофе. Спасибо, Михаил Степанович. Я хотел с вами поговорить о вашем, так сказать, стиле преподавания. Знаете, я консерватор, и мне совершенно чужды все эти современные веяния. Учитель равно ученик. Вы даете детям чересчур много свободы. Поощряете, так сказать, их капризы. Да, я пытаюсь заинтересовать их с помощью элементов игры и выразить индивидуальность. У ваших учеников совершенно отсутствие чувства коллектива. Им будет сложно, так сказать, прижиться в обществе. Вот уверен, ваша мать совсем не так вас воспитывала. Анна Андреевна считала меня хорошим учителем. Хороших учителей единицы. Собственно, как и директорушку. Да, Антон Владимирович, дорогой, конечно, не забыл. Само собой. При встрече обсудим все наши перспективы. Да. Надеюсь, мы услышали друг друга. Да, 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 конечно, родной. Ну, само собой. Ну, заезжай. Так, педагог-воспитатель. Финский лагерь? Еще бы тренером-наставником в шведскую семью пригласили. Ну, я ж хотела не в Ольхове. И это правильно. Если начинать новую жизнь, то смена обстановки первым делом. Черт знает где понастроят эти школы, а? И зарплата, как у уборщицы. Слушай, это ж как надо себя не уважать, чтобы за такие смешные деньги отдаться в руки этим маленьким палачам. Так, приглашаем на работу. Хостес на консумации. Маш, ты вообще писала, что профессия учитель? Оль, писала, конечно. Хотя, с другой стороны, в Италии. Ну-ка, дай-ка я себе на всякий случай сохраню. Господи, тебе зачем? Ну, жизнь, моя дорогая, такая непредсказуемая штука. Сегодня ты замужем и в шоколаде, а завтра одна с детьми и в разбитой ладе. Так, что тут у нас? Агентство по подбору персонала ищет репетитор с проживанием для ребенка семи лет. Город Новожданск. Домашний учитель, да? Да. И недалеко, и один ребенок вместо толпы имбецилов. Ну, прекрати. Маш, это же реальный шанс начать жизнь с чистого листа. Нажимай. Знаешь, мама, школа вянет без тебя. Это все замечают. А новый директор, ты бы его видела. Тебе в подметки не годится. Я так устала, мам. Я ж не живу, я тоже вяну. Каждое утро заставляю встать себя с кровати, сварить кофе и идти на работу. А все мои мысли там, в прошлом. Там вся моя жизнь. Я прекрасно понимаю, что дальше так жить нельзя. Нужно из этой трясины вырываться и дальше что-то делать. И знаешь, что я решила? Я уеду. Ты только не переживай, деток я не бросаю, у них уже средняя школа впереди. И я буду приезжать и вас навещать. Только уже немного реже. А ты спи, моя родная. А ты спи, моя родная. Так, как ты спи, моя родная. Ты спи, моя родная. И ты спи, моя родная. Я не знаю, что я знаю. Как же я по тебе скучаю. Да. Да, это я. Простите, а не могли бы повторить, какое агентство? А, да. Работа в Новожданске, все верно, интересует. Угу. Одну минуту. Да, я записываю. Мой муж хочет, чтобы вы приехали через три месяца. Надеюсь, это не проблема для вас? Да нет, не проблема. Ну, вот и славно. Александр считает, что Илюша и так очень сильно отстала своих сверстников. И вы знаете, я бы не хотела, чтобы у него были пробелы в образовании, как у его матери. Вы знаете, я всегда мучаюсь со своими тремя классами. Угу. Договор я вам отправлю. И до связи. До связи, Елен. Некоторые птицы и животные могут переселяться в другие места, не только из-за холодов. Они покидают родные края из-за всяких природных катастроф. Например, из-за пожаров или вырубки леса. А еще, если не могут найти себе пару. Тогда птицы и животные вынуждены искать себе место и строить новый дом. Ирина Юрьевна, мы же все подробно обсудили в письменной форме. А вы теперь устраивайте мне лишнюю психологическую нагрузку. Еще раз спрашиваю, в каких числах вам нужен спортзал. Заявление об уходе? Да это я не вам, подождите. А вы не отвлекайтесь. Я просто увольняюсь со следующего года. Я тогда зайду, когда вы подпишете. Ну что, сдала квартиру? Нет, пока нет. Ходят, смотрят. Тишина. Оль, может я цену слишком высокую поставила? Или потому что без ремонта? Маш, не говори ерунды. Ой, я даже не знаю, что делать. Более тридцати просмотров и ничего. Так не хотелось к риелтору обращаться. И не надо нам этих риелторов. Они, сволочи, половину сумок себе в карман кладут. Это при нашей-то учительской зарплате непозволительная роскошь, Марьяна Павловна. Так, ну хочешь, я тебе эту сумму заплачу? Мне ж главное, чтоб нашлись люди, которые квартиру снимут. А, а это уже деловое предложение. Прости. Да? Да, двушка с балконом. Все верно. Так можно, конечно. Да, вы сегодня и приезжайте. В три? Да, в три. Очень удобно. Ну, все, тогда до встречи. Есть одни. А я уже было понадеялась на прибавку к зарплате. Ты лучше пальцы скрести. Тоже мне подруга называется. Ну, у нас южная сторона, поэтому летом в комнате много солнца. Угу. А вот в той комнате балкон. Но только он не застеклен. Ну, можно повесить гамак и отдыхать на свежем воздухе. Это здорово. Вить, сплетешь мне гамак? Сплету, если будешь себя хорошо вести. А не отправлять меня за газировкой в два часа ночи. Посмотрим. У мужа золотые руки. Он портной, плотник и обувщик индивидуального пошива в одном лице. Да, Вить? Угу. В основном обувью занимаюсь. Если вам нужно будет обновить, обращайтесь. Да, спасибо. Я, честно говоря, даже не помню, когда я в последний раз покупала туфли. Смотри, голуби прилетели. Хороший знак. Танюш, ну что? Как тебе? Мы готовы ее снять. Ну что, тогда надо будет составить договор. Я уберу здесь все лишнее и с июля. Квартира ваша. Вот как раз об этом с вами я и хотел поговорить. Нам с Танюшей очень важно к концу этого месяца въехать. Сами понимаете, это реально. Ну что, не звонила? У-у. Ну что ты будешь делать? Ну, дождусь ответа Елены. Может быть, она разрешит приехать пораньше. Маша, а если нет? Нам нужно придумать запасной вариант. Так, думай, Оля, думай, думай. О, придумала. Поживешь у нас? Нет, Оль, что-то это неудобно. Еще как удобно. Валер! Оль, Маша будет жить у нас. А, во! Ты только маму свою предупреди, чтоб она к нам не приезжала. Вот черт, забыла. Мама в отпуск приезжает. Я ей обещала незабываемый интерактив с внуками культурной программы. А ты рад, чтобы мама не приезжала? Тошечка, ну-ка выплюнь песочек. Туда кошечки и собачки в туалет ходят. Сынок! Тошечка! Валер, ты следишь за детьми или нет? Машуль, не волнуйся. Разместимся. Оля, тебя очень прошу. Я искренне благодарна тебе за заботу. Ну, пожалуйста, я у вас жить не буду. Извини. Кто там? Маш, не бери. Что-нибудь придумаем. Так, дети, давайте с вами немного пофантазируем о будущем. Вот какими вы себя видите, когда вырастете? Подумайте, что изменится в мире или какое место вы в нем будете занимать. Ну, а поскольку это ваше последнее задание в начальной школе, то я предлагаю вам отпустить свою фантазию и отправиться в увлекательное путешествие в страну взросления. Да, Верочка. Мария Анатольевна, это правда, что вы уходите из школы? Мария Анатольевна, а вы подпишитесь на мой канал в сети? Мария Анатольевна, а вы подпишитесь на мой канал в сети? Егор, ну, конечно, подпишусь. Дети, значит, приступаем к самостоятельной работе. Тема у вас на доске. В конце урока жду ваши небольшие рассказы. Да, Елена, добрый день. Здравствуйте, Маша. Вам сейчас удобно говорить? Не отвлекаю? Нет, не отвлекаете, удобно. Знаете, я не дозвонилась до мужа, но все решила. Месяц раньше, месяц позже, ничего страшного. Уверена, Александр не будет против, я тем более. Так что ждем вас. Приезжайте. Спасибо вам большое. Слушай, но если ты сейчас меня не выпустишь, я даже не знаю, что я сделаю. Ты такая красивая. Я ненавижу все эти твои, Игорь, ты понял, что ты делаешь вообще? Просто смирись. Ты моя любимая, Мишень. Мишень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отлично, давайте посмотрим А, так вы присаживайтесь Ой, спасибо большое Хотите поменять? Присмотрела одни в магазине А вы не против? Да нет что, вам же теперь здесь жить Мы, кстати, когда с супругом сюда переезжали Я первым делом тоже штору сменила Так, готово Ну что, пусть эта квартира принесет вам удачу Спасибо большое До свидания Извините Да Я в прошлом году жене сделал туфли Посмотрите Так, давайте Красивые Я даже надеть их ни разу не успела Как мы узнали, что у нас будет ребенок А теперь ноги отекают Да и вообще хочется носить что-нибудь удобное На низкой подошве, чтобы потом с малышом гулять Я заметила, что у нас с вами один размер Так что возьмите их себе, пожалуйста Ой, ну что вы Это очень дорогой подарок Нет, туфли прекрасные Просто я не могу их взять Слушайте, а давайте я вам за них заплачу Деньги вам теперь лишними точно не будут Все, давайте Туфли я вас покупаю Ну ты мать даешь Мало того, что с аренды продешевила Так еще и туфли позволила себе втюхать Оля, они красивые, заряженные на удачу А, ну тогда все ясно Здравствуйте Так, ты знаешь, что я намереваюсь в ближайшее время На твоей свадьбе в Новожданске погулять Оля, а я не жениха, а то доеду искать Ну, одно другому не мешает У тебя выходные будут? Будут Вот и используй их по максимуму Я вот, Валерка, прямо на похоронах закрутила Прости, Маш, я дура, глупость сказала Все в порядке, ничего страшного И вообще, я очень рада, что у вас так все получилось Мне кажется, Руслан тоже был бы рад Маш, в общем, фитнес-клубы, языковые курсы И автомобильные салоны Это три самых популярных площадки для знакомств Ты запомнила? Где Володька, черт и носит Да за пивом побежал у нас Запасы на исходе Так, не разбегаемся, ждать никого не буду Понятно, да? Напиши, хорошо? Конечно, напишу Я буду по тебе скучать И я по вам буду Спасибо тебе, Оля Спасибо Побежать Мне все с Богом, в легкой дороге Давай Извините Ничего, пока Оля, 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 оля Упакуйся Батя, жми Нальем Жить не давай, еще двадцать больше А сейчас мы сошмем на поле Всех разорвем там Что значит нет замены? И что ты мне прикажешь делать со всем этим? Леша Вот зачем сейчас ты мне все это говоришь? Может быть, меня можно было со всем этим в рейс не выпускать, а? В общем, короче говоря, делай, что хочешь Жду Перед направлением нельзя было все проверить У меня в Новожданске пересадка притык с прибытием Следующая электричка в четыре утра Ну-ка мы еще тут торчать собираемся Безобразие А деньги за билеты кто будет возвращать? Дядь, не шуми, голова и так трещит Да молчи ты, пить надо меньше Чего? Ничего Вась, слышишь? Ари Поедем сегодня или нет? А, мать, я поздаю, я посмотрю, как ты ржать будешь А у нас что-нибудь там осталось? А у нас что-нибудь там осталось? Вась, тут наша эта феечка Добрый денечек Добрый Хороша Так, молодые люди, а давайте мы не будем устраивать сцену? Какие сцены? Это не цирк, не театр Мы хорошие парни Просто хотим познакомиться Выпьем Спасибо, я не пью Ты что так нас не уважаешь? Молодой человек, уберите, пожалуйста, руки Я вас уважаю, просто не хочу бить Это не аргументики Я же говорю, мы нормальные пацаны Фудинда 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 Ну, давай, родная Фудинды, гундао Фудинда Да? Чё такое? Откадьте от меня! Уберите руки! Помогите! Отойди! Алло, гараж, чё прийти здесь? Эй, ты чё делаешь, а? Капитан Орлов, вопросы есть? Всё нормально командировать? Пошли, пошли. Нормально. Теперь драку устроили. Идём, идём. По местам. До конца поездки сухой закон. Вы в порядке? Боже, да. Спасибо вам большое. Да, не повезло вам с попутчиками. Да и с автобусом тоже. А вы, наверное, из какого-нибудь спасательного патруля? Ну, почти. Сергей Орлов, руководитель следственного отдела. Направляюсь после командировки в родной Новожданск. Мария Донская, учительница. Направляюсь на новое место работы. Туда же. – Очень приятно. – Взаимно. Ну, что ж, Мария, у вас два пути. Или дожидаться подмены машины ещё как минимум два часа. Или поехать со мной. А это удобно? А ваша семья приедет в Новожданск позже? А у меня нет семьи. А, ясно. А я развёлся год назад. Зато теперь научился немного готовить и говорить по-китайски. Правда? По-китайски? И что это было? Это, кажется, я спросил, который сейчас-час. Ну, очень убедительно. Приехали уже. Я же обещал, что вы не заметите, как окажетесь на месте. Кофе? Спасибо. Мария Донская. Ну, всё. Теперь вы в моей личной базе, Дон. Звучит опасно. Всё-таки здорово, что мы приехали прямо по расписанию. Ну, я бы мог отвезти вас до дома. Ой, спасибо вам большое, Сергей. А меня должны вроде… А, вот. Меня встречают. Мария? Да. Здравствуйте. Добрый день. Сергей, ещё раз большое вам спасибо. Вы мой спаситель. Нет, правда, я не знаю, что бы я без вас делала. Рад, что оказался полезен. Ну, вы имейте в виду, всегда можете на меня рассчитывать. Звоните, если понадоблюсь по любым вопросам. Буду рад помочь. Я знаю, что такое оказаться одному в незнакомом городе. Я вас благодарю. Ну, тогда зайди и… То есть, до свидания. А, до свидания. Повторяю. Со второй платформы начинается посадка на рейс 635. Время отправления… Это перезидет esо. А, до свидания? Да. Времяпринянуто не ожидали, что это всё. Время получает catchphrase. Маша! Как я рада, что ты приехала! Отнеси в комнату. Я всю ночь не спала, все переживала. Как ты доберешься? Как ты приедешь? Здравствуйте, Елен. Ничего, что мы на «ты»? Нет, ничего. Ну, пойдем, я тебе дом покажу. Пойдем. Как видишь, все достаточно скромно. Мне кажется, этот дом чем-то похож на моего мужа. Правда, Александр практически всегда в разъездах. И в доме обитаю только я. А вот Зоя, наша помощница по дому. Здравствуйте. Здравствуйте, Зоя. Зоя, это Мария, учительница Илюши. Очень приятно. Взаимно. Кстати, у тебя есть какие-нибудь ограничения в меню? Да нет. Ну, вот и славно. Тогда ужин по плану. Хорошо. Пойдем. Ну как, нравится? Красиво. Правда? А я от этого дома жутко устала. Чувствую себя здесь не хозяйкой, а пленницей. Пойдем, познакомлю тебя с сыном. Маша, ты знаешь, он практически никогда из своей комнаты не выходит. Илюша. Чувствую себя. Илюша. Илюша, к тебе учительница пришла познакомиться. Сынок. Илюша. Илюша, выходи. Илюша, я же знаю, что ты здесь. Не заставляй маму краснеть. Илья, выходи сейчас. Ой-ой-ой, все в порядке. Мы позже познакомимся. Это он мне назло делает. Пойдем на кухню. О, а я тебя не ждал сегодня. Что, вернулся уже? Привет. Да. Решил сегодня пораньше выехать из Ольхова. Хокинга читаешь? Да. Старина Стивен был не очень оптимистичен. Давал человечеству всего-навсего сто лет. Представляешь? И, чует мое сердце, он был прав. Кстати, как сердце? Нормально. Но сто лет я не проживу, не надейся. Поэтому хорошо б тебе подумать о моих внуках. Я понял. Понял. Бунт Руба уже зовет. Да нет, все в порядке. Я после тебя собирался поехать в отдел. А что там за история-то в Ольхове? Похоже на заказное убийство. Жертва — известный бизнесмен. И? Свидетелей нет. Улик тоже. Ну, ничего. Ты его поймаешь, я уверен. Рано или поздно преступники оставляют следы. Как и женщины, которые изменяют, как твоя бывшая. Папа, я тебя прошу, не начинай. Ну, что не начинай? Я ж тебе говорю, я хочу дождаться внуков. А ты мне даже надежды никакой не даешь. Ты что, что? Сердце? Пап, пап! Ты шутишь, что ли? Да. Шутник. Кстати, знаешь, ты не прав. Я сегодня познакомился с очень симпатичной женщиной. Когда это ты успел? Тихо-тихо, головой не ударься. В дороге. Ну, подвозил ее до Новожданска. Автобус из Ольхова сломался. Я любезно предложил свою помощь. Ну, и когда? Увидеть, если… Ну… Мы пока конкретно ни о чем не договаривались. Вот только не говори мне сейчас, что ты не взял у нее номер телефона. Взял. Ну, так а в чем проблема-то? Ни в чем. Пап, проблем нет. Просто я не хочу торопить события. А, ну, давай. Давай, сынок. Правильно, подожди. Подожди немножко, пока она пригласит тебя на свою свадьбу. Ну, все-все-все. Хватит. Перестань. Не перестану. Она тебе нравится? Нравится. – Сильно? – Сильно. Ну, так действуй, сынок. Действуй уже. Хорошо. – Ну, вот. – Главное, не волнуйся. Ты не против? Ой, нет. Я лучше кофе. Ну, что ж, а мне нужно срочно поднять себе настроение. Сплошные нервы. Зоя! Да, Елена Николаевна. – Сделай нашей гости кофе. – Хорошо. Да что вы, я сама могу. Зоя, я могу сама. Ну, если только покажете, как. Все в порядке. Спасибо, Зоя. Александр занимается бизнесом. Инвестирует в недвижимость. Я, честно говоря, ни черта в его работе не понимаю. Да он и никогда не разговаривает со мной о ней. Со мной даже родной сын не разговаривает, если ты заметила. Ну, да. Здесь мне непросто. А у тебя есть дети? Пока нет. А я вот родила и не жалею. Как говорится, дети – цветы жизни. Кстати, а почему у тебя детей нет? Не нашла достойного мужика? Можно и так сказать. Елена, а вы не будете против, если я приму душ с дороги и разберу вещи? Конечно. Прости, что я сразу об этом не подумала. И, пожалуйста, давай с тобой перейдем на «ты». Хорошо. Пойдем, я тебя провожу. У-у-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Жертва была застрелена возле собственного дома. Киллер открыл огонь, когда бизнесмен выходил из машины. Очевидно, что мотивом для убийства Мельника мог послужить его бизнес. Поэтому, ребят, я хочу, чтобы вы подняли все висяки за последние пять лет. Да, да. В первую очередь интересует убийство бизнесменов, высокопоставленных лиц, чиновников. Работайте. Да ладно, Сергей Геннадьевич, ну какая между ними может быть связь? Ну, они все из разных городов были. Одной области. В любом случае, это приказ. Действуйте. Все хорошо. Все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Вы не пугайтесь. У нас бывает это. Пробки выбило. Все нормально. Я не из пугливых. Тогда в этом доме вы. В меньшинстве. Я пойду узнаю по поводу Света. Угу. Я спрашиваю еще раз, почему ты мне не позвонила. Слушай, я тебе звонила. У тебя опять был выключен телефон. Значит, ты приняла это решение без меня. У нее была сложная, тяжелая жизненная ситуация. Если б я ее не пригласила, она могла бы вообще не приехать. Ты же не знаешь у нас, как тяжело найти хорошую учительницу в короткий срок. И потом, ты сам говорил, что Мария нам подходит. И я рада, что она приехала. Мне сейчас хотя бы есть с кем поговорить. Серьезно? Серьезно? Тебе ж кроме бутылки никто не ехал. Это неправда. Разговоры окончены. Нет, не закончены. Я сама решу, когда он закончится. Куда ты пошел? Ну, в конце концов, надо поговорить про нас. Да я же с ума схожу. Ну, стой! Почему ты уходишь? Мария, это мой муж Александр. Александр, это учительница Ильи Мария. Маша, Маша, Маша! Маша, что с тобой? Маша! Слава Богу. Я, я очень перепугалась от тебя. Как ты себя чувствуешь? Лучше? Спасибо, да. Уже лучше. Мне кажется, это от усталости и перевозбуждения. Спасибо. Просто последние дни сборов были очень нервные, и в дороге я почти не спала. В общем, все вместе. Да, я понимаю. Тебе нужно как-то освоиться и привыкнуть к новому месту. Маша, я очень рада, что ты приехала. Я надеюсь, тебе здесь будет комфортно. И, пожалуйста, не стесняйся, и обращайся ко мне по любому поводу, хорошо? О! Вот и свет дали. Да. Что по поводу ужина, Елена Николаевна? Да-да-да-да-да. Сейчас. Спасибо вам, Зоя. Ваш ужин. Спасибо вам, Зоя. Пожалуйста. Простите, можно спросить? Вы надолго к нам? Я, честно говоря, не знаю. Просто не хочу загадывать. Понятно. Приятного аппетита. Спасибо. Нам очень срочно нужно заключение по обыску в доме и офисе Мельника, а также выписке его банковских счетов. Я понимаю, что это Ольховское управление, но уверен, что убийства связаны еще с несколькими по Новожданской области, и полученная информация поможет нам выйти на заказчика. Да. Спасибо вам огромное. Еще раз спасибо. Фу. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Это совпадение. Нелепое совпадение. Минутку. КОНЕЦ 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 Доброе утро, Зоя. Доброе утро. Елена Николаевна просила передать, чтобы вы завтракали и поднимались к Илье. Он предупрежден. А сама Елена Николаевна? Хозяйка приболела, она у себя. Позже спустится. Хозяин торопился сегодня. Приятного аппетита. Руслан! А? Ну, почему ты никогда не допиваешь кофе? Ну, потому что, чтобы взбодриться, мне достаточно двух глотков. Зачем еще нужен кофе? А, по-моему, это называется перевод продукта. А, по-моему, это называется к чему бы прицепиться с утра, Парыч. Пока. 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 Просто торопился. Илья, доброе утро. Это Мария Анатольевна, твоя новая учительница. Я могу войти? Привет. А что ты рисуешь? Стальную птицу. А почему стальную? Потому что ее никто не сможет убить или ранить. Слушай, ну тогда, мне кажется, у этой птицы внутри должен быть, ну, какой-то мощный мотор или батарейка, да? Нет. Внутри у нее живое сердце. Просто никому до него не добраться. Восемь убийств. Чиновников и бизнесменов за последние пять лет по Новожданской области. Причина смерти всех жертв одна. Огнестрел. Киллер явно профессионал. Ни одной улики, ни одного свидетеля. Ну и последний подобный инцидент, как вы знаете, в Ольхове. Вывод? Ну, видимо, все эти убийства принадлежат одному исполнителю. Возможно. И что убийца приехал в Ольхов для того, чтобы выполнить очередной заказ. Да, допустим. Так. Ну и какие в связи с этим возникают вопросы, ребят? Кому перешел дорогу мельник? Именно. Мельник и другие подобные жертвы. В общем, жду ваших соображений. Угу. Ну ладно. Знаешь, у меня в Ольхове на балконе несколько лет подряд жила пара голубей. И вот однажды у них родились птенцы. Они очень быстро окрепли и научились сами добывать себе пищу. Но все равно возвращались к родителям на балкон. Но вот был один птенец, который был очень слаб. И мне кажется, он больше других хотел научиться летать, но не мог. Он постоянно вглядывался ввысь, но не для того, чтобы достать себе пропитание, а для того, чтобы насладиться самим полетом. И он так этого хотел, что однажды его мечта сбылась. Но он все-таки умер. Ну что ты? Илюш, нет. Никто не умер. Слушай, а давай мы с тобой после уроков пойдем в сад и понаблюдаем за птицами. Давай. Я лучше тут останусь. Ну а почему? Просто не хочу и все. Лучше поиграю в игры или порисую. Да здравствует отпуск. Моей маме незабываемый интерактив с внуками, а нам море текилы и танцы на пляже до утра. Блин, а шляпу-то я так и не купила. Слушай, ну купишь там сомбреро. Вы, главное, наслаждайтесь отдыхом и набирайте сил. Угу. Ты сама-то как? Рассказывай, как новый ученик и его родители? Ученик интересный, но очень закрытый мальчик. Ты знаешь, больше всего меня беспокоит, что он вообще не выходит на улицу. То есть я ни разу не видела, чтоб он гулял в саду. И вот сегодня, после уроков, ну тоже отказался идти со мной гулять. Так, ну за парня я спокойно. Ты его социофобию вылечишь. А как его родители? Елена красивая, доброжелательная, нервная. А ты знаешь, мне кажется, у нее проблемы с алкоголем. О как. А ее муж? Маша, все нормально? Ты будто привидение увидела. Да? Прости. Просто вспомнила кое-что. Так я и знала. Все, Машуня, я отключаюсь. Мне надо кормить этих троих проглотов. В общем, я рада, что у тебя все хорошо. Но только постарайся поскорее забыть о прошлом. И найди себе уже кого-нибудь. Все, давай, целую. Я отключаюсь. Пока. Все, целую. Давай. Договорились. Пока. Алло, Орлов на связи. Сергей, добрый день. Простите меня, я вчера пропустила ваш звонок. О, Мария, здравствуйте. Как ваши дела? Спасибо, у меня все хорошо. Скажите, а мы не могли бы с вами встретиться? Да. Я с большим удовольствием. Когда вам удобно? А как насчет сегодня? Думаю, я мог бы закончить пораньше и заехать за вами. Спасибо. Лучше я сама подъеду. А, ну, если вам так удобно, доезжайте тогда до станции на ваш данный центр, а я вас там встречу. А во сколько? Восемь часов. Подойдет? Да. Я постараюсь успеть. Отлично. До встречи, Мария. До встречи. Да. К тебе можно? Конечно. Ну, как тебе здесь? Комфортно? Да, спасибо большое. Очень нравится моя комната. Я рада. У тебя какой-то тревожный вид. Все в порядке? Да, все в порядке. Да. Присядешь? Прости, пожалуйста, что оставила тебя сегодня. Страшная мигрень. Все хорошо. Я все понимаю, Елена. А ты уже познакомилась с Илюшей? Да. У тебя очень способный сын. Правда? Ну, я рада, что вы нашли общий язык. Значит, вы на сегодня закончили? На сегодня — да. Елена, я хотела спросить, а можно я поеду в город? Ну, просто хотела осмотреться в Инважданске. Ну, ладно. Я тогда скажу водителю, чтобы он тебя отвез. А в этом нет необходимости. Я поеду на автобусе. Ну, просто прогуляюсь до остановки. Вот как? А я тогда составлю тебе компанию? А ничего, что мы оставили Илюшу одного? Нет, я предупредила Зоя, но его покормят ужином и вовремя уложат спать. А твой муж не обидится? Похоже, ему тоже сегодня придется ужинать одному. А Александра сегодня не будет. Новая командировка. Ну, а галантная дама из меня так и не получилась. Муж периодически мне об этом напоминает. Вот, видимо, до меня у него были девушки по интеллекту. Ой, вон такси. Маш, тебя подвезти? А, нет, спасибо. Тогда позвони, как закончишь. Конечно. Какая-то молодец, что придумала эту поездку. Да. Мария, здравствуйте. А, вот, кстати, еще одна забавная история, как я стал следователем. У нас в классе учился один мальчик, Вова Хохлова. И вот он приходит однажды, у него синяк под лазом. А учителям сказал, что упал с велосипеда. Потом приходит, нос разбитый. Ну, было понятно, что парня кто-то систематически избивал. Оказалось, что это был Генка из девятого Б. А он с детства занимался боксом. И, ну, любил мучить животных. А тут, видимо, решил выбросить убежертву поинтереснее. Мария, я вас, наверное, утомил? Ой, нет, что вы, мне очень интересно. Значит, вы вступили за того парня и победили Гена в суровом бою, так? Нет, не совсем так. Я-то боксом не занимался, но у меня был футляр. С флейтой. Да, я с детства играл на флейте, в общем. Ну, и пришлось применить музыкальное оружие. Я дал, мов, футляром по голове, и мы с Вовкой принялись бежать со всех ног. Это был финал моей музыкальной карьеры, выбором профессии следователя, ну, и началом крепкой дружбы с Вовкой. Кстати, он теперь многодетный отец. Не мне пример. Ну, мне кажется, у вас все впереди. О, слышал бы вас мой отец. Он давно потерял веру в то, что когда-нибудь станет дедом. Мария, у вас точно все в порядке? Да. А почему вы спрашиваете? Профессиональная подозрительность. Вы, наверное, переживаете из-за ученика? Да, я действительно переживаю из-за ученика, но это рабочий момент. Все в порядке. Может, вам все-таки нужна помощь? Сергей, еще раз спасибо вам большое. Мне кажется, вот это именно то, что поможет вытащить Илюшу из его скорлупы. Ну, я очень рад, что оказался полезен. Спасибо вам. Мария, а вы уверены, что не хотите, чтобы я вас подвез? Сергей, я очень благодарна вам за ваше внимание, но я просто пока не готова поафишировать свою личную жизнь. Простите. Что? Да так. Нет, ну как так? Вы улыбаетесь. Просто мне очень приятно, что вы в связи с нашей встречей заговорили о личной жизни. Это как-то обнадеживает. Но, знаете, как говорят мудрые китайцы, все, что не случается, случается вовремя. Ой, простите. А, вот как раз хозяйка звонит. Может быть, заберет на такси. Да. А, так я уже здесь. Угу. Бегу. Сергей, спасибо вам еще раз. Ну что, прочитал стихотворение? Да. И что можешь сказать? Я понял. Сначала он грустил, а потом он выпустил птицу, и ему сразу же стало легче. Все верно. Значит, Пушкин написал это стихотворение, когда был в Южной ссылке, в чужом городе. Но куда его отправили в наказание за одно произведение, которое обидело царя. И там Александр Сергеевич увидел, что местные жители в праздник Светлой Пасхи в небо выпускают птиц. И его это очень воодушевило. А почему он обиден царя? Зачем вообще людей заставляет быть там, где они не хотят быть? Ох, Илюшка. А ты знаешь, а мне вот очень нравится, что ты задаешь такие вопросы. Это значит, что ты умный мальчик, и тебе нравится учиться и познавать этот мир. Так, давай-ка я попытаюсь ответить тебе на этот вопрос. Маша! Подойди сюда. Попробуй. Ну, очень интересное сочетание. Мне кажется, у тебя кулинарный талант. Спасибо. Если хочешь, я могу помочь. Да, помоги, пожалуйста. Слушай, ну, про мой кулинарный талант и скажи моему мужу, когда он приедет из очередой командировки. Вот уж кто точно не любит говорить про мое общепитовское прошлое, так это он. Я посмотрела этот рецепт, когда работала официанткой в ресторане. Ты работала официанткой? Угу. Между прочим, отличная школа жизни. У нас даже, кстати, существовал свой язык. Когда один повар подмигивал к другому и говорил, проверь лед, надо было оценить внешность девушки, которая только-только входит. У нас с девчонками тоже был подобный язык, когда заходил какой-нибудь видный мужчина. Кстати, а у тебя в Ольхове был мужчина? Ну, наверняка был. Как же он тебя достал, если ты решил все бросить и уехать в другой город? Слушай, ну, прости, пожалуйста, я… я вечно всякую глупость говорю. Ты не обижаешься на меня? А я не обижаюсь. Это давняя история с печальным концом. А счастливых концов и не бывает. Извини, мне нужно ответить. Да. Слышите. Слышите, извините. Раз в пятьсот лет птица Феникс прилетает в храм Солнца и бросается в священный костер. Она сгорает, но через три дня снова возрождается из пепла. Это ты все сам нарисовал? Ну, конечно, сам. Да? Ой. Ну, конечно, сам. Хочешь попробовать сам? Хочу. Смотри. Это пульт дистанционного управления. Справа вот рычажок. Ну, хватит шутить. Меня такси ждет. Повеси меня новое. Инструкция от шефа. В смысле? Вы не должны покидать территорию. Так что вернитесь в дом. Так. А может быть, ты не будешь мне говорить, что мне делать? Я хозяйка этого дома. Сейчас я Александру позвоню, он тебя уволит в чертовой матери. У меня один начальник. Да? Угу. Сейчас посмотрим, кто у тебя начальник. Пропустите, мне говорят. Ну, пусти, пожалуйста. Ну, что ты? Я не понимаю. Ну, пропусти. Ненавижу тебя. Ну, почему ты это делаешь? Ты что, ты здесь стоишь? Ты забыл, как тебя на помойке подобрали? Да идите вы всех к черту! Ну, давай, Дима, возьми трубку. Черт! Простите, пожалуйста. Хотела стакан воды взять. Нет, это ты меня прости за мой вид. И это просто плохой день. Но это поправимо. А знаешь что? Отпущу-ка я сегодня Зою и приготовлю ужин сама. Поможешь мне? Конечно. Так, нарежь сырок. Так, шеф-повар наш всегда называл продукты уменьшительно ласкательными. Нарежь сырок, разделай курочку. Курочку, курочку. Курицу! Будем готовить чехок, Билли. Наша фирменная. Знаешь, ты будешь смеяться, но мы с Александром познакомились именно в этом ресторане. Ну, как в ресторане. Местечко паршивое, скажу я тебе. С утра до вечера приходилось носиться туда-сюда от столика к столику. И сын ее оставляла у соседки. Знаешь, трудное было время. Трудное, но веселое. То есть, Илюша не родной сын Александру? Нет, не родной. Чехок, Билли будет самое лучшее. Я тебя уверяю. Так, 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 так. А я не думала, что ты сегодня вернешься. Мне уйти? Нет, нет, конечно, нет. Добрый вечер. Ну, а кружки у нас для чего? А сколько ужин? Я отпустила Зою и решила приготовить ужин сама. Через полтора часа на патио. Голодный мужчина? Зла. Ты прикинь, выходит на рынок, рассматривается по сторонам спокойно. И сразу резко хук, а тот лежит. Я не ожидал, он не ожидал. Вообще никто не ожидал. Ну все, парни, до завтра. Вы сегодня рано, Сергей Геннадьевич. Кстати, хорошо выглядите? Олег, ты бы свою внимательность лучше на работе проявлял. Кстати, а чего вы прохлаждаетесь? С архивами закончили? Не то, чтобы закончили, но… Ну… Ну и что, ждем? Разоделся, как павлин. Может, влюбился? Ну, как вам чихах били? Давно не помню, чтоб я в этом доме что-то готовила. Вообще-то для этого кухарка есть. Да, но мне кажется, что я готовлю лучше. Очень вкусно. Правда? Спасибо тебе большое. Поухаживай за нашей гостью, пожалуйста. А Илюша очень раньше любил, когда я готовила. А как-то он сам взял и решил приготовить мне борщ. Так вот, он взял кастрюлю, закинул туда картошку нечищенную, ну и овощи. И вообще все, что он нашел в холодильнике, и залил это все газировкой. И попросил потом нашу соседку поставить все это на огонь. Я помню, она мне тогда звонила на работу. Ой, я так долго смеялась. Кстати, в этот год мой дядя из деревни как раз кроликов привез. И вот эти кролики жили прямо в тазу у нас в общинке. Тогда комендант же к нам пришел, увидел этих кроликов и такой нам разносил. Как же тебя угораздило. Нас зашили вообще ужасно. Ты знаешь, что шрам останется? Шрамы мужчины украшают. Маш, Маш, ты меня слышишь? Ну, ты тоже так думаешь? Что, прости? Мы же хотели съездить на шопинг вместе. Я тебе покажу свой самый любимый магазин. Ну, ты же сама хотела, помнишь? Отличная идея. Ну, вот и славно. Ну, вот и слава. Ну, вот и слава. Вам что-нибудь принести? Нет, спасибо. Простите, но вам придется что-нибудь заказать? Так. Возьмите чай. С бергамотом. Да? Угу. Да. Чай. Спасибо. Почитайте, пожалуйста. Здорово, Люк. Неофициально. Спасибо. Я ценю. Нужно пробить геолокацию. Сейчас пришлю номер. Отлично. Спасибо. Жду. Ну, вот, парень, поздравляю. Вот и использовал служебное положение. Доброе утро. Доброе. Скажите, у вас проживает учительница Мария. Вы не могли бы ее позвать? Она занята. У нее урок. Ну, хорошо. Не буду отвлекать. Можно вас попросить передать ей? Спасибо. А, да. Я в букете положу. Спасибо. Будьте добры. Алло, шеф. Учительнице букет принесли. Тот самый тип, который был с ней на автовокзале. Я записку оставил. Сейчас гляну. Какие-то иероглифы. А, понял. Снеги. Бодрое утро, Сергей Геннадьевич. Я хотел отчитаться по поводу, ой, простите, пожалуйста. По поводу обыска. Я нашел кое-что интересное в доме у Мельника. Оказывается, три года назад он судился с одним коммерсантом из Новожданска. Фамилия Кутасов. Ну, якобы, Мельник задолжал Кутасову крупную сумму денег. И? Ну, и у него был хороший адвокат. Дело, естественно, замяли. Но вы же говорили о каких-то зацепках. А, ну да. Да. Точно влюбился? Угу. Орлов на связи. Слушаю. Ну вот, почти готово. А где же ты их сорвал? Хочу маме подарить. Она же не будет ругаться. Ну, что ты, мой дорогой. Я наоборот думаю, что мама будет очень рада. Илюша! Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Такой красивый букет. Ты знаешь, мне очень давно уже никто цветы не дарил. Я рада, что тебе понравилось. Я хочу поднять тост за Машу. С твоим приходом в этот дом все изменилось. Я снова начала готовить. Мы ужинаем всей семьей. И Илюша наконец-то вышел из своей комнаты. Я не знаю, мне кажется, что кто-то на небесах специально устроил нашу встречу. Маша, все в порядке? Извините, сейчас все пройдет. Извините, сейчас все пройдет. Ну что, это красиво. КОНЕЦ Ну, в общем-то, никакого криминала я не вижу. Все в норме. А как же головокружение и кошмары? Полагаю, у вас так называемые психогенные головокружения. Ну, обычно психогенные головокружения вызваны сильным эмоциональным стрессом. Переживали недавно что-нибудь подобное? Возможно. Ну, вот видите, советую вам вестибулярную и дыхательную гимнастику. Инструкции можете легко найти в интернете. А если это не поможет? Ну, если не поможет, то я выпишу вам антидепрессанты. Спасибо. Маша! Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Как я вас рад здесь видеть. Ну, в смысле, и здесь, в больнице, а просто рада. И я рада. Мария, я надеюсь, вы не обиделись на меня за ту выходку с цветами. Простите, а какую выходку с цветами? Я привез цветы к вашему дому. Ну, в смысле, к дому, где вы работаете. Ну, вы были заняты с учеником, я не стал вас отвлекать. Слушайте, как странно, но мне никто ничего не передавал. А. Ну, хорошо. Сергей, простите меня, что я тогда не приехала и на звонки не отвечала. Просто неделя была очень загружена. Нет-нет, я понимаю. Я все понимаю. А вы в порядке? Вы не заболели? Ну, что вы, все в порядке. Я справку оформляла. Для бассейна. О, бассейн. Бассейн – это хорошо. А я здесь, навещая отца. Скоро уже выписываемся. Мария, а вы не сильно торопитесь? Я могу угостить вас кофе. Можно. Кстати, как подарок. Понравился вашему ученику? Ну, в общем, да. Все в порядке. Ну, я рад. Значит, все произошло так, как вы и планировали? Да. Мы вместе запускали вертолет во дворе. И Илюша был счастлив. Ну, здорово. Маша, я же вижу, что у вас что-то не в порядке. Я пойму, если не хотите делиться, но, возможно, я смогу чем-то помочь. Спасибо. Да, вы правы. Я действительно не в порядке. Маша, вы можете полностью мне доверять. Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. В общем, отец моего ученика очень похож на моего покойного мужа. Нет, я мозгами прекрасно понимаю, что это абсолютно другой человек. Просто я, я не могу избавиться от ощущения, что это мой Руслан, что это мой муж. В общем, я окончательно запуталась, и я не знаю, что мне делать. Нет, ну, а что мне делать? Уволиться? Но Илюша только стала привыкать ко мне. Я не знаю, можно, конечно, сказать обо всем его матери, Елене, но... Она же подумает, что я сошла с ума. И что, ей ждать, пока все это само рассосется. Ой, простите, пожалуйста, Сергей, я понимаю, что все это звучит, как полный бред. Простите. Маша, вам не на что извиняться. Я вам верю. Давайте поступим таким образом. Я для начала пробью по базе вашего работодателя. Уверен, что чем больше вы будете знать о двойнике своего бывшего мужа, тем проще вам будет смириться с мыслью о том, что это два разных человека. Но для этого я должен знать его имя. Александр Шитов. Оп. Допустим. На Земле существует семь миллиардов разных лиц. Значит ли это, что ни у кого из людей нет своего двойника? Не значит. Математически это возможно. То есть, теоретически, любой человек имеет шанс, небольшой, но шанс, встретить свою копию. Или копию своего знакомого. А что ты такой любопытный-то стал? А? Это все твой китайский язык. Я ж тебе говорил, жди перемен. Да нет, просто… Просто я сегодня совершенно случайно столкнулся с Марией здесь, в больнице. О, вот это сюрприз. А она что, больна? Нет. Нет. Причем здесь это? Все в порядке. Ну, как выяснилось, она вдова. И, судя по всему, все еще любит своего мужа. Ну, покойник-то тебе не конкурент, сынок. Ой, пап, умеешь ты подбодрить. Время все расставлять на свои места. Да. Главное, будь с ней рядом. И однажды она это оценит. Вот. Ну, да. Ладно. Эй, стоп-стоп-стоп. Ты не понял, сын. Чего, пап? Присядь-ка. Твоя матушка была самый прекрасный человек на этой земле. И перед ее смертью мы крепко поссорились. Я страшно на нее злился. Причем, я уже не помню, за что злился-то. А потом ее не стало. Пап, я все эти годы, после ее смерти, сильно жалел, да жалел не то слово, я мучился. О том, что так бездарно провел то время. Злился. Вместо того, чтобы быть рядом. Просто, элементарно быть рядом. Не повторяй моих ошибок. Сынок. А я зашла пожелать тебе спокойной ночи. Так, мой родной, давай мы с тобой чтение продолжим завтра. Хорошо? Договорились. Вот. Давай, добрая ночь. Книжки я положу туда. Хорошо. Ты знаешь, а у меня в доме была такая же мишень. Вообще-то, у нас в подвале есть настоящий терр. Но мне туда не разрешают спускаться. Лен, ты меня слышишь? Лен. Лен, давай, поднимайся. Попытайся встать. Давай-давай-давай, опирайся на меня. Лена. Тихо-тихо-тихо-тихо. Опирайся на меня. Лена. Давай. Вот так. Хватайся. Пусти меня. Пойдем. Надо дойти до ванны. Давай-давай. Спасибо, что ты мне помогла. Я… Я не знаю, как так получилось. И ты не должна была это видеть. Лен, а можно я скажу то, что я думаю? И ты и туда же. Но это правда может плохо закончиться. Нет, ты пойми, я тебя сейчас не обвиняю. В данный момент я переживаю за твоего сына. Потому что Илья действительно страдает. Илья спит. А ты ведь ему ничего не скажешь? Лена, а твоему сыну не нужно ничего говорить. Илья очень умный мальчик. Он прекрасно знает, почему ты пьешь. Между прочим, он чувствует себя одиноким. И вот по этой причине тоже. Понимаешь? А ты умная самая? Ты думаешь, ты все знаешь? Знаешь, почему я пью? Да ты ни черта про мою жизнь не знаешь. Я очень несчастлива, Маша. Я думала, что отхватила принца на белом коне. Красивый, богатый. Решила, что он станет отцом для моего ребенка. Дура. Теперь я вижу, Александр не любит ни меня, ни моего сына. А зачем он вообще на мне женился? Я не понимаю. Ты знаешь, пару месяцев назад у меня закрутился роман в фитнес-клубе. Красивый, как бог. Если б ты видела, как он на меня смотрел. Поначалу все несерьезно было так. Мне хотелось отвлечься, почувствовать себя желанной. А потом мы встречались в клубе каждый вторник. У него был ключ от массажного кабинета. А сейчас Дима как сквозь землю провалился. Помнишь, мы с тобой в город ездили? Это был последний раз, когда я его видела. Знаешь, мне кажется, это водитель мужа его припугнул. Он обо всем докладывает Александру и исполняет любой его приказ. Они отняли у меня моего мужчину. Тихо, тихо, тихо. Маша, я так несчастна. Я никому не нужна. Тихо, тихо, тихо. Знаешь, а мне кажется, я его вообще не знаю. Я не знаю, что это за человек. Мне бывает страшно, когда он рядом. Звучит музыка. ГРУСТСКИЙ ФИЛИКС Звучит музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что же ты скрываешь? А так, что ты нам скажешь? А в своей биографии Пауна белых пятен. Генеральный директор Александр Шитов. ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выезжаете? Доброе утро. Да, решила провести свой выходной в городе. Давайте, я вас подвезу. Нет, спасибо. Я на такси. Привет. Удачного дня. ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На сегодня все, мужики. Можете быть свободными. А. Ну, мы тогда в бар. Чемпионат мира посмотреть по футболу. Может, вы с нами, Сергей Геннадьевич? Сегодня Испания с Марокко играет. А? Не, я в футбол как-то не особо. Олег, я же тебе говорил, у каждого свой спорт. Вот для меня единственный спорт – это бокс. Вот это я понимаю. Выходят на ринг два мужика. И кто сильнее, тот и победил. Так что... А вот мой пацан тащится от спортивной стрельбы. Все чемпионаты в интернете пересмотрел. Да, кого он там увидел? Сейчас крутых стрелков нету. Ни рыбы, ни мяса. Вот раньше были, понимаю, Беляков, Донской. Стрелки так стрелки. Донской. Донской? Ну да, Руслан Донской. Он еще был чемпионом по... чемпионом среди юниоров по пулевой стрельбе в двухтысячных. Жаль, спорта ушел. Так, может, вы с нами, Сергей Геннадьевич? Пивка выпьем, расслабимся. Поддержим, так сказать, командный дух, а? Не, ребят, вы идите, а я еще поработаю. Мужики, ну вы что, не видите? Шеф у нас трудоголик. Пошли, пошли. Время теряем. СТОНОБИЛЬНЫЙ ЗВОНОК Стойте! Пожалуйста, вот за той машиной. Быстрее, возьмите. А, она была права. Парни почти близнецы. Спортсмен, чемпион России по болевой стрельбе среди венеров. Ага, так. Погиб при взрыве фуры, горючее и взрывоопасные вещества. Здорово, Миша. Скажи, а что там у вас за несчастный случай со взрывом фуры в 2013-м, на трассе? Как не было расследования. Здесь. Остановите, пожалуйста. Подождите, я припаркуюсь. Здесь. Остановите, пожалуйста. Подождите, я припаркуюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тринадцать. Девушка, а вы к кому? Скажите, пожалуйста, а в каком номере остановился Александр Шитов? Я просто его жена и хотела сделать ему сюрприз. Как романтично. Одну минутку. Тринадцатом этаже. К сожалению, я не вижу вашего мужа среди гостей нашего отеля. Такого здесь нет. Мне очень жаль. Спасибо. А тогда у меня к вам еще одна просьба. Артур, а могу я для себя снять номер на тринадцатом этаже? Ну, просто я уверена, что вот это все недоразумение с мужем скоро разрешится. И мы обязательно отметим у вас свою незабываемую годовщину. Посмотрим, что я смогу для вас сделать. Да, если можно. Паспорт, пожалуйста. Возьмите. Девушка, вам помочь? Что-то с Квичом случилось? Что-то с Квичом случилось? Да нет, все в порядке. Спасибо. Ну, если что, обращайтесь. Пожарная сигнализация срабатывалась. Я вот всегда на это попадаюсь. Разрешите? Ложная тревога. Простите. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей Геннадьевич, не дали нам пивка попить. Огнестрел на Пришвине 13. Бизнесмен. Труп? Пока жив, но без сознания. А вот это уже интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знала, что это ты. Ты сохранила. А я чувствовала, что ты жив. Мне всегда казалось, что ты где-то рядом, но я боялась этих мыслей. Ну, что же произошло, Руслан? Почему, если ты остался жив, ты не выходил на связь, а? Все, что было, осталось в прошлом. Для всех я умр. Это наша с тобой тайна. Ну, а почему так сложно? Ты же помнишь, что я твоя жена, и ты можешь полностью мне доверять. Я всегда пойму и поддержу тебя. Маруша, я не могу пока рассказать. Потерпи. Маруша, у меня есть деньги. У меня есть деньги. Очень много денег. Мы начнем все сначала. Только ты и я. А как же Илюша и Лена? Я их никогда не любил. Я люблю только тебя одну. И больше никуда тебя не отпущу. Значит, ничего необычного. Около восьми часов вечера вчера вы не заметили. Все как всегда. Обычное общение, рутинные дела. Разве что пожарная сигнализация сработала. Вот это было определенно необычно. Да. Понятно. Сергей Геннадьевич. Да. Ну, стреляли с тринадцатого этажа гостиницы. Прямую луч из кабинета Кутасова ведет прямо в номер 1314. Ну, что и требовалось доказать. Угу. Сергей, это Галина. Она была на тринадцатом этаже. Прекрасно. Галина, присядьте, пожалуйста. Да, я вам задам пару вопросов, хорошо? Сейчас, извините. Олег, поговори, пожалуйста, с Галиной. Здравствуйте. Да, Миш, выкладывай. Добрый денек, Сергей Геннадьевич. Нашел кое-что по делу о взрыве в две тысячи тринадцатом году. Владельцем компании, которой принадлежала фура, был Юрий Кутасов. А кто был из ребят на месте происшествия? Игнатенко Богдан. Но он уже года четыре, как у нас не работает. Миш, с кем мне, пожалуйста, его номер? Хочу переговорить с ним. Сделаю, шеф. Да, давай, жду. То есть, женщина просто стояла в коридоре одна? Я спросила, нужна ли ей помощь с ключом. Она ответила, что все в порядке. Но мне показалось, что она нервничала. Олег, как закончишь, распечатай список гостей за вчерашний день. Проверим, кто останавливался на тринадцатом этаже. Будь сделан, шеф. Богдан, добрый день. Это Сергей Орлов. Михаил должен был вас предупредить. Добрый день, Сергей. Ну, я уж говорил Мишу, что на месте взрыва я нашел пули. Любопытно. Вы докладывали об этом начальству? Само собой. Да только меня никто и слушать не стал. Дело закрыли. А мне сказали, не лезь, куда не надо. Ну и все такое. А вы, видно, не сильно настаивали, да? А что я? Мало ли что могло быть. Меньше знаешь, крепче спишь. Сами понимаете. Ну, а что с телом? Опознание, экспертиза? Да какое там? Я же говорю, дело быстро закрыли. Там ожоги серьезные были. Ну, я вдове нательный крестик показал, она признала. Ну, хоронили в закрытом гробу. Ну, в общем-то, это все, что я знаю. Ясно. Зоя, доброе утро. Здравствуйте, Мария. А у вас выходной? А, меня хозяин отпустил. Я еду домой. А, ну, значит, выходной. Скажите, а вы не знаете, где ели? Елена с Илюшей. А они же уехали рано утром. А куда? Простите, не знаю. Скажите, а может быть, Елена или Александр что-нибудь мне передавали? Нет. Мне просто сказали ехать домой. Зоя, у вас все в порядке? Знаете, странно. Утром хозяин пил кофе и смотрел новости. Потом он чашкой запулил стену, вылетел из дома. Сел в машину и уехал. Какая его муха укусила. А еще он меня отпустил на один день. И что-то чувствую я, может, насовсем. А? Странно. Да нет, ну что вы, Зоя. Хозяин очень ценит вашу работу. Ну, это сразу видно. Ну, хорошо. Я побегу. А то у меня там автобус. Час придется ждать, если не успею. Ну, конечно. Я вас не задерживаю. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам, Зоя. Да, пап. Привет. Тебя уже выписали? Не надо никакого такси, я сейчас за тобой приеду. Жди меня, я приеду. Вот список постояльцев. Спасибо, Олег. Я изучу в дороге, отлучусь на час. Встретимся в отделе. Хорошо. Ты вернулась. Ничего не хочешь рассказать о расследовании? А что ты хочешь услышать? Ну, как же ты говорил. Стрелок шустрый, малый. Ошибок у него не бывает. А вот тебе, пожалуйста, первая сечка. В смысле? Ну, как? Бизнесмен-то жив. По телеку сказали. Что? Я же их просил. Сергей Геннадьевич? Вызывай подкрепление. У этих идиотов с телека словесное недержание. Принято, Сергей Геннадьевич. Пап, ну ты идешь? Да успокойся ты. Поймаешь ты его. Я уверен. Ты мне лучше скажи. Это же не единственное, что тебя тревожит. Да, сын? Ты понимаешь, самое странное, что с этим делом как-то связана Мария. И чем ближе я подбираюсь к развязке, тем дальше она от меня отдаляется. А я не могу выкинуть ее из головы. Ладно, разберусь. Пойдемте. Эй, стой, стой, стой. Я сам в состоянии донести, а ты давай делай свои дела. Пап, я закину сумку в квартиру и поеду. Пойдемте. Я сказал, сам донесу. Я, может, хочу еще на лавочке посидеть. Сейчас детишки появятся, а я люблю за ними наблюдать. Своих-то внуков нет. Вот я и смотрю, как чужие цветы жизни растут. Вот ты опять двадцать пять, да? Ну, ладно. Все, иди, иди уже. Иди, иди. Да, вот. Да сам меня задерживай. Так. Что? Мария Тоская? А что она там делала? Давай-давай-давай-давай. В настоящее время вызываемый абонент. Конечно, я ее помню. Красивая такая. Много нервная. Спрашивала о своем муже. Хотела сделать ему сюрприз. Ну, знаете, освежить отношения, вроде того. Ладно, понятно. Давайте ближе к делу. Она спрашивала мужчину по фамилии Донской. Нет. У ее мужа была другая фамилия. Кажется, какая-то Ши… Шитов? Точно. А в каком номере зарегистрировался Шитов? Его нет в списке. В том-то и дело, я тоже его там не нашел. Так этой девушке и ответил, у нас такого здесь нет. Ага. И она что? Она сначала ушла, а потом сразу вернулась и забронировала номер на тринадцатом этаже. Как раз перед тем, как сработала пожарная сигнализация. Скажись, я вам знаком вот этот мужчина? Не знаю. Точно? Посмотрите внимательно. Не помню такого. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Мария, я звоню с городского номера. Это очень важно. Вчера вечером произошло покушение на одного бизнесмена. Киллер стрелял из окон гостиницы. И мне известно, что вы были в этой гостинице и разыскивали Александра Шитова. Все люди, которые там были, они сейчас под подозрением. И я должен знать, вы видели вчера Шитова? Да вы поймите, если Донской и Шитов одно лицо, и его нахождение подтвердится, этот человек и есть киллер. Это невозможно. Он не мог никого убить. Почему вы так в этом уверены? Потому что в гостинице он был со мной. В моем номере. В любом случае, вам нужно приехать и дать свидетельские показания. Громкое покушение вчера вечером произошло в Новожданске. В центре города, в своем офисе, на улице Пришвина, ранен известный бизнесмен Юрий Кутасов. Сфера деятельности Кутасова простирается от сети заправочных станций до торговых центров по Новожданской области. Известны также политические интересы потерпевшего. Совсем недавно он заявлял прессе, что собирается баллотироваться в депутаты. Следователи предполагают, что покушение на убийство может носить заказной характер. Да, Павел Андреевич, я отдаю себе отчет, что дело находится на особым контроле. И я знаю, что на вас давят из Москвы. Но вы поймите, эти два человека, они не просто похожи друг на друга. Донской был чемпионом по стрельбе. Его смерть фактически не подтверждена, экспертиза не проводилась. Но зато известно, что парень работал на Кутасова. Кутасова. А теперь угадайте, кому принадлежит доля в компании Шитова. К Кутасову. Я разговаривал с полицейским, который был на месте взрыва. Он нашел пулю, но дело замяли. И вы сами понимаете, мне очень нужно разрешение на эксгумацию. Спасибо, жду. Да, слушаю. Пришел в себя? А ты специально сделал гравировку с датой нашей свадьбы, чтобы не забыть, когда поздравить меня с годовщиной? Я эти числа никогда не забуду. Я уже вырубаюсь, вторые сутки не сплю. Не, ну вы где? Шеф рвет и мечет. Не, ну разворачивайтесь и езжайте сюда. Ну как он? Он еще очень слаб, пусть спит. Постарайтесь не тревожить пациента до приезда вашего шефа. Я вас услышал. Угу. Девушка, где здесь кофе можно купить? Этажом выше кафе, а автоматы временно не работают. Спасибо, красавица. Понимаешь, если ты праздничаешься, то я твою техники скажу. Что? ению, Опаска? Ivana НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. КОНЕЦ Сергей, вы были правы. Я нахожусь в подвале. Здесь тир. Я знал, что найду тебя здесь. Привет. Что с тобой случилось, Руслан? Давай ты мне скажешь правду прямо сейчас. Хорошо, хорошо. Хорошо. Я расскажу. Я уже возвращался домой. Угнал фуру по пустому шоссе. Как вдруг какой-то скрежет. Машину повело. Присядешь? Я остановился. И вдруг выстрел по кузову. Человек с пистолетом в руке взялся из ниоткуда. Я испугался. Пытался защищаться. Мы сцепились. Но он ударил меня, вырвался, побежал в сторону кабины. Я не помню, как пистолет оказался в моей руке. Наверное, выбил его во время драки. Я в него выстрелил. Я не мог промахнуться этот рефлекс, ты же понимаешь. Потом появился Кутасов. Дал понять, что он обставит все так, как будто это я напал на водителя фуры. Сказал, что у него очень хорошие связи в полиции. Я сяду всерьез и надолго. Но есть альтернативный вариант. Он все продумал. Готов был идти по трупам. Ему нужен был исполнитель, хороший стрелок. Он выбрал меня. А потом люди Кутасовой инсценировали несчастный случай на трассе. Так Руслан Донской погиб. Несчастный случай. Взрыв. И все поверили. Даже ты. Так я стал человеком без имени. Без адреса. Без возможности быть с тобой. Это ложь, Руслан. Ты не мог. Я был загнан в угол. Кутасов обставил все так, что я не мог бежать. А если бы я дернулся, тебя бы не стало. Я не мог этого допустить. Что бы ты сделала? Что бы ты сделала на моем месте? Потом я понял. Я понял, что я могу накопить много денег. Очень много денег. И мы сможем быть с тобой вместе. Сможем быть в любой точке планеты. Мы можем быть счастливы, нарожать детей. И не думать о будущем. Помнишь? Помнишь, как мы обо всем этом мечтали? Ты помнишь? Нужно было только потерпеть несколько лет. А потом развязаться с Кутасовым. У меня была цель. И я шел к ней. Помнишь, ты говорила, что чувствовала, как будто я всегда рядом. Рядом. Я действительно был рядом. Почта, интернет, твои аккаунты, социальные сети. Я действительно всегда был рядом с тобой. Один раз ты меня заметила. Помнишь, в ресторане? Я смотрел на тебя. Мое сердце разрывалось, но я не мог себя выдать. Не мог. Ради нас. Понимаешь? Я стал твоей тенью. Я видел, как тебе больно. Как же я по тебе скучаю. Видел, как ты страдаешь. Я не могу рассказать, что я чувствовал в этот момент. Ты не представляешь, чего мне стоило не подойти, не прикоснуться, не окликнуть. Потом Кутасов решил стать депутатом. Переехать в Новожданск. Новые цели, новые задачи. Так и появился успешный бизнесмен, добропорядочный семьянин Александр Шитов. Полгода назад я понял, что нам пора организовывать встречу с тобой, что я накопил достаточно денег и что пора Кутасова устранить. А где все, Миш? Да ребята застряли в дороге, но у меня все под строгим контролем, шеф. Ага. Теперь ты понимаешь, сколько всего возможного и невозможного я делал, чтобы мы с тобой были вместе. Я готовился, выжидал и этот день настал. Твое объявление о поиске новой работы. Я все спланировал. Сначала я устраняю Кутасова, развожусь с Еленой и потом приезжаешь ты. Зачем ты так рано приехала, а? Ты чуть не подставила меня, когда решила за мной проследить. Засветило мое имя. И теперь нам обоим придется исчезнуть. Понимаешь? Наши новые паспорта. Рейс через три часа. Ехать надо прямо сейчас. Поехали. Я никуда с тобой не поеду. Господи, Руслан, что ты сделал, а? Я никуда с тобой не поеду. Ты слышишь меня? Ладно. Выпусти нас отсюда, пожалуйста. Я знаю, ты меня слышишь. Умоляю, выпусти нас, пожалуйста. Мы уедем. И ты нас больше никогда не увидишь. Мамочка, ну пожалуйста. Пожалуйста, выпусти нас. Пожалуйста. 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 Пожалуйста, Руслан, отпусти их. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Я поеду. Отпустишь, когда я скажу. Понял. Да я буквально на две минуты за кофе. Честно, две минуты. Не было никого вокруг. Я посмотрел. Так, все. Вот здесь, вот здесь подпишите. Ну, а дальше, как обычно, в курсе. Здорово. В конторе поговорим. Да, шеф. Сергей Геннадьевич, хорошо, что вы здесь. У меня есть для вас информация. Мужчина, похожий на Шитова, снял номер в альбии еще месяц назад. Под именем Вячеслава Поморина. Вот. Он все тщательно спланировал. Убийство заказчика. Последнее убийство в этом деле, чтобы покончить со всем этим. И… Мария. Мария. Черт. Черт. Сергей Геннадьевич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сергей, вы были правы. Я нахожусь в подвале. Здесь тир. Я знал, что найду тебя здесь. Сергей Орлов, руководитель следственного отдела, на связи, вышел на стрелка. Андреевское шоссе, 34. Там его загородный дом. В подвале заложница. Мария Донская. Сейчас направляюсь туда. Преступник опасен. Требуется подкрепление. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дай сюда. Телефон. Стоять. В дальнейшее время. Взять. Что-то у тебя. Алло, Орлов на связи. Срочно сообщить всем постам. Черный внедорожник. Номер 666. Повторяю, черный внедорожник. 666. Добрый день. Добрый. Ваши документы, пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста. А что случилось? Мы же не нарушали. Просто проверка. Куда следуем? Да вот, семью решил вывезти за город. Это правильно. Погода располагает. Помогите. Выйдите из машины. А в чем дело? Документы… Я сказал, выйдите из машины. Документы же в порядке. Руки на капот. Хорошо. Походи, походи. Не дергайся. Пойдем. Пошел, пошел. Он нас силы увез, это ему муж приказал. Господи, он хотел избавиться от нас. Да вот. Все хорошо. Вы в безопасности. Мы о вас позаботимся. Орлов Сергей Геннадьевич? Он самый. Инспектор ГИБДД Владимир Модриков беспокоит. Вы оставляли телефон для связи. Да, все верно. Слушаю вас. Мы задержали машину Шитова. По документам и утверждению пассажирки за рулем находился водитель мужа Игорь Жарков. Потерпевший утверждает, что шофер по настоянию Шитова держал ее в заложниках. Ясно. В каком они сейчас состоянии? Женщина и ребенок в безопасности. Скоро на месте будет психолог. Им оказана помощь. Спасибо. Сергей, вы были правы. Я нахожусь в подвале. Здесь тир. Наши новые паспорта. Рейс через три часа. Ехать надо прямо сейчас. Ну все, хватит. Я же сказал, все в прошлом. Мы начнем с самого начала. Так не бывает. Невозможно жить дальше, как будто ничего не было. Это была моя работа. Я с ней закончил. Ты сама говорила, что я могу тебе доверять, что ты поймешь и поддержишь. Ты убивала людей. Ты понимаешь, что это ненормально? Просто ты чудовище. Да замолчи ты! Ты моя жена и ты должна понять. Нет. Нет. Ты не мой муж. Ты не мой Руслан. Ты вообще не человек. Посмотри, кем ты стал. Ты убийца. Я никогда не смогу это понять и принять. Я должен был сделать выбор. А мой Руслан никогда бы не сделал такой выбор. Мой муж скорее бы погиб. Знаешь, я только теперь понимаю, что мой муж Руслан Донской умер. Умер пять лет назад. И мне никогда его не вернуть. И пусть мой Руслан был не идеальным. Пусть… Пусть ему не везло с деньгами. Может быть, мы до конца собственных дней жили в дешевой съемной квартире. Но он был человеком. Человеком, которого я знала и любила всем сердцем. А от тебя я не знаю. И не смогу полюбить. Стой! Тихо-тихо. Спокойно. Спокойно. Давай поговорим. Смотри. Я ее никуда не отпущу. Мы с ней сейчас уедем. И все у всех будет хорошо. Или я убью ее, а потом убью тебя. Не вынуждай меня. Донской, Ильишидов, как тебе лучше обращаться? Знаешь, сколько я за тобой охочусь? Четыре года. Похоже, у тебя действительно талант. Подожди, подожди. Спокойно, спокойно. Давай не делать глупостей. Смотри сюда. Пожалуйста. Но кое-где ты все-таки прокололся, Руслан. С Кутасовым ошибка вышла. Крепкий орешек оказался. Он кое-что успел шепнуть моему сотруднику. Ты блефуешь. Нет никаких доказательств. Нет. Не блефую. В подвале сейчас мои люди. Елена Шитова дает показания. Мы теперь тебя из-под земли достанем. Все. Охота закончена, стрелок. Давай решим все без оружия. По-мужски. Или ты уже забыл, как это делается? Ты плохой охотник. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Как ты? Не знаю. Тебе многое пришлось пережить, но все закончилось. Теперь все будет хорошо. Я обещаю. Когда я вырасту, я буду запускать космические корабли на Марс. А еще мой первый космический корабль будет похож на такую большую-большую птицу. Я сам его нарисую и покажу ученым. Мария Анатольевна, я сразу же вам пришлю билет, как только мы все подготовим. Вы сможете полететь на Марс вместе со мной. Спасибо тебе большое. Твое приглашение я принимаю, но с одним условием. Там не страшно? Нет. Ну все, тогда проходи на место. Дети, ну что, давайте поаплодируем Илье за его отличный рассказ. Так, а дальше мы с вами продолжаем разговаривать о самых интересных профессиях. И вас, дети, ждет сюрприз. Давай. Дети, познакомьтесь. Это Сергей Геннадьевич Орлов. Он пришел вам рассказать о своей самой интересной профессии. Профессии следователя. Здравствуйте, дети. Добрый день. Ну что, интересно узнать, как работает следователь? Да. Ну вот и отлично. Сергей Геннадьевич, вам слово. Спасибо. Итак, главная задача следователя — это раскрыть преступление. Найти и разоблачить преступника. А преступник, как бы он ни старался, он всегда оставляет следы. Поэтому очень важно быть внимательным, чтобы найти эти следы. Чаще всего их не видно сразу. Но самое важное в профессии следователя — правильно сформулировать вопрос. Тссс… Правильно сформулировать вопрос. Ну, а затем набраться терпения и ждать ответа. И поверьте, в моем случае это самое трудное. Мария Анатольевна, скажите «да». Мария Анатольевна, скажите «да». Мария Анатольевна, скажите «да». Скажите «да». Не забывайте про терпение. Помните, я вам говорил. Да. Ну, наконец-то. Я вас уже тут целую вечность жду. Так, у нас совершенно нет времени. Все быстрее. Побежали. Э-э-э. А, быстрее, 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 быстрее. Паспорта я взял. Нас уже ждут. Геннадий Григорьевич. Что? А мы куда? Куда-куда. В ЗАГС, конечно. Куда. Садитесь уже. Ну, папа. Поехали. Поехали. soit, каунф. 啊, че! Аааа! Прехали! Что? Аааа. Аааа. Субтитры создавал DimaTorzok